Стоять! Стоять! Это воробская сходка проходила летом 2001 года в подмосковном Фрязине. В течение нескольких минут были задержаны 23 вора в законе. До этого дня сотрудникам милиции не удавалось сразу накрыть такое количество королей преступного мира. Шире ноги. Ноги шире. Олег, внизу. Головой вниз. Головой вниз. Всем головой вниз. Там парни пошли. Голова вниз. Голова вниз. Как? Фамилия. Мороз, еще. Начинайте смотреть. Фамилия. Фамилия. Это Маис Кироваканский. В миру Маис Карапетян. Пройдет всего месяц, и он будет застрелен. Да то Тбилисский, также бывший на этой сходке, взорван через два месяца. Да то в воровской среде слыл человеком значимым. В чем-то даже легенда. Так при его непосредственном участии был коронован последний вор в законе в московском следственном изоляторе. С тех пор коронации прекратились. Через несколько лет умер от наркотиков Амиран Гигичкори или Амиран Рыший. Лекарство возможно, диабетик. Диабетик, да? Где в отрождении? 50 лет. Громче. 50 лет. 1923 год. В Петербурге убит знаменитый бандит и налетчик Ленька Пантелеев, он же Леонид Пантелкин. Без малого год имя бывшего красноармейца и чекиста Пантелеева нагоняло ужас на жителей Петрограда. Более половины преступлений, совершенных в этом городе, было организовано именно его бандой. Многими до сих пор принято считать Ленька Пантелеева первым вором в законе. Это не так. Он не признавал ни законов власти, ни воровских законов, которые вообще появились несколько позже. Реальность жизни, самые закрытые касты российского криминального мира смотрите сегодня в проекте ВОР. История воров в законе началась ни сегодня, ни вчера. Еще в дореволюционной России жили преступники со своими понятиями о воровской чести и справедливости. Звали их незатейливо Иваны. Уголовники, живущие по своим законам и правилам. Революция 1917 года придала Иванам героический образ. Каторжане – узники режима. Первым таким Иваном, получившим статус национального героя, стал Мишка Япончик, он же Моисей Винницкий, он же Беня Крик, воспетый Исааком Бабелем в одесских рассказах. К сожалению, мы должны констатировать, что вся наша русская история, особенно конец XIX века, она характеризовалась повышенным интересом и, может быть, даже повышенным состраданием каторжникам. То есть к тем людям, которые совершили преступления. При этом особое, конечно, внимание общественности уделялось людям, которые совершали публичные, скажем так, преступления. В конце XIX века очень активно стало развиваться движение террористов, которое пошло от народовольцев. Государству в те годы очень нужны были герои.